Друзья, мы продолжаем наши три минуты без цензуры с Анатолием Федоровичем Плугару. Андрей Федорович, скажите, как вы думаете, признает ли Дадон хоть когда-нибудь, хоть на смертном адре, те преступления и ошибки, и гадости, которые он совершил? Да нет, этот человек не способен на это. Он настолько самовлюблен, он настолько не способен критически, адекватно оценить то, что происходит с ним, с его партией, с народом, вокруг него, что он, я совершенно убежден, что он на это не способен. Никогда он это не сделает. Вернее, он сделает это, но только под серьезным принуждением. Когда его обстоятельства заставят, так он будет ползать на колени, будет целовать ботинки Воронина или Путина, или еще кого-то там, чтобы его простили. А так нет. Этого человека можно только насильственным образом устранить из политической жизни. Ну, в цивилизованном смысле этого слова, конечно, не о физическом насилии. Интересно, когда вы начали отвечать на мой вопрос, у меня сразу возник вопрос относительно того, что только вы начали говорить, что нет, нет, нет. И возник вопрос, а что может побудить Дадона выйти публичной перед народом и посыпать голову пеплом, покаяться, извиниться. Но похоже, что подобное может произойти, как вы сказали, только под действием внешнего принуждения, притом очень жесткого, сильного и бескомпромиссного. Я предполагаю, я полагаю, что такое внешнее принуждение существует, настроение, по крайней мере, в этом плане. И Дадону, как мне кажется, в Москве сказали довольно ясно, что он должен уходить. Вот сейчас побегай во время избирательной кампании, делай, что можно сделать, чтобы собрать как можно больше мандатов. Но уходи, уходи, потому что ты утопишь окончательно и социалистическую партию, и все то хорошее, что сейчас пытается сделать Воронин, который пошел на риск, на риск, на огромный риск потери своего немалого политического капитала. Потому что мы должны признать, что Воронин уважает в разных слоях общественного мнения, народа, и несмотря на все его, повторяю, ошибки и недостатки, которые, кстати, если он не допускал, то допускал, как и любой другой человек. Просто на этом уровне ошибки они кажутся, но вы мне покажите человека, который ни разу не ошибся и которого ни разу никто не предал. Вы таких людей лично знаете? Я знаю другую максимуму. Я знаю, что предавший один раз предаст второй, третий и двадцать пятый раз. Именно это я вкладываю в основу моего убеждения, что в очень скором времени на Додоне будет поставлен крест. Я не говорю уже о других источниках, которые заслужили доверия, назовем их так. Я просто это знаю. И кажется, Додон постепенно-постепенно созрел. Созрел что? Созрел уходить под принуждением, но уходить. Не будет. Вот те дни, что состоятся. Если итоги позволят создать какую-то более-менее приемлемую для этого блока коалицию, да, то это начнется в очень скором времени. Начнут с того, что соберут съезд социалистов, который совершенно очевидно скажет, совершенно ясно скажет Додону. Уходи. Уходи. Ты успел достаточно много напортить. Без этого самоочищения партия социалистов в очень скором времени станет опять партией коммунистов. Все перебегут в формирование, вернутся назад. Ну, для политики это явление обычное. Поэтому мне это нас должно удивлять или волновать. Должно нас волновать и настолько убедителен будет Воронин в общении с людьми, среди которых очень много... Ну, я не могу сказать, что отказались от него, но очень много были потрясены от его неординарным политическим ходом. И так и говорят, слушай, я до этого момента Воронина уважал. Так говорят, но после того, что он с этой мразью объединился, как так можно? Я объясняю в той степени, в которой я это способен делать, и люди со мной соглашаются, потому что у Воронина, по большому счету, другого выхода не было. Не только для нас, для государства в целом, для народа, а для себя лично. Иначе он бы кончил свою политическую карьеру, как человек, который, когда в стране стало совсем трудно, совсем не в моготу, на грани падения в пропасть, он сидел дома и отсиживался, и наблюдал за этими событиями через окно. Это не так. Мы должны сказать спасибо, должны сказать Воронину, что он решился на это. Это дает серьезные шансы спасти и государство, и народ.